Друзья, я приветствую вас на канале Строй Дом своими руками в очередной раз. На секундочку мы с вами прервемся от нашего выпуска про утепление. Ситуация. Каждый год нас заметает снегом, вы это знаете. И в комментариях многие писали о том, что как вы там собираетесь вообще жить. И эту проблему надо как-то решать. И решать ее можно различными путями. Приобрести трактор и так далее, но это все большие капиталовложения, и у нас сейчас таких финансовых возможностей нет. Но зато мы можем потихонечку, очень плавненько и максимально дешево к этому вопросу подойти. Вариант наклюнулся самый простой. Моя мама смогла взять 300 саженцев сосенок. Наша задача сейчас это все дело посадить. А ваша задача, ну если не сложно, написать в комментариях, как вы считаете эффективен ли этот метод или это пустая трата нашего времени. И дополняя свой вопрос по поводу эффективности этого момента, я сейчас вам выложу зимние кадры с коптера, и вы увидите розу ветров. Еще один момент. Данный выпуск я хочу сделать с минимальной возможностью монтажа, потому что сейчас праздники, и у меня времени совершенно нет. Лето. Впереди строительный сезон, времени не хватает. Ну что-то готово. Это что такое? Вот это. Ну это понятно. А там? А там еще вариант перчаток. Проезжаем. Объясняю ситуацию. В 2013 году мы посадили все вот эти сосенки. Но первое. Недобросовестные пастухи провели стада коров, и вон там все вытопталось, и вот тут местами. А еще у нас были пожары полевые, и, кстати, видос есть на канале вот тут по ссылке, и у нас там все погорело. Они прям как спичечные коровки, так прям пух-пух сжигались, сгорали. И, в общем, ну, вот такая вот произошла проблема. Давай. Алло, привет. Слушай, я смотрю, все около просеки там встали. Я думаю, что надо к этой просеке ехать, которую мы садить сейчас будем. Ты, наверное, народ туда собирай. Вот они наши защитники. Будущие защитники от снега, который идет с поля. От этой, от метели и пурги. Садили мы несколько полос. Вот видите, тут их три полосы, но где-то, мы видим, не прижилось. Поэтому сейчас мы посадим недостающие места. И туда досадим дальше. Страк раз пахало, вот там мы хотели 300 как раз посадить. А здесь нам в июне тысячу дадут, и мы вот здесь о чем... Нет, а даже в июне тысяча плюс, это будет здорово. Просто вся суть в том, что поселок заметает, а метет именно роза ветров вот это направление. Мы туда распахали. Пойдемте там посадим. Там все равно посадим. А там это где? В начале. Ну, пойдемте. Да, да, да. Давайте там все не посадим. Потом где-то здесь. Мы не против. А июньские они приживаются. Они же должны типа весной садиться. Ну, может быть, в конце мая уже будет. Мы июне садили на кладбище прекрасно. А как будет это полосами, да? То есть вот сейчас полоски с полоски спасали, там и посадили. Да, да, да. Ну что, переезжаем тогда, да? Видите, как хорошо мы дождались официального ответа главнокомандующего. Оказывается, мы переезжаем. Садить будем. Дальше. Слушай, тут сейчас, по сути, если каждый возьмет по одному саженцу, то один раз копнет, и все, в принципе, больше и не надо. У Жени родился классный вопрос, и я хочу вам его задать. Многие из вас строят сейчас в новых поселениях, в новых нарезках. Как у вас решается вопрос вот с массовостью, как вот, легко ли поднять народ на восстание? Один из лайфхаков, я создал группу в WhatsApp по нашему вот этому району, и она пользуется спросом. Активно ли народ вообще участвует в жизни, вот, ну, у строящегося поселка? Да. Так, все, я вот тут паркуюсь. Потому что у нас круга вообще парадная. Вон наша избушка, чтобы вы понимали. Метр полтора, да? Третий ряд надо. Третий ряд, нет. Нет, вам наверное, он заводит. Она с окружающим, так, к первой. Давай, да. А, а где раз, может попасть? Здесь трактор не... Он, наверное, взял? Так. Поглубже Давай Давай Подождите, а то вы копаете, а вдруг у девчонок не хватит саженцев? Объявляйте официально об окончании мероприятия Давайте майские праздники, уборка, просеки Я думаю, первое, второе число это точно нет, да? Да Ну там и праздничный Мы работаем Мы вот работаем конкретно Это значит следующие выходные Восьмое и девятое, а девятое это парад Восьмого можно тогда, восьмого Восьмого у нас мини-футбол Давайте мы это все в группе обсудим И решим большинством голосов Так будет правильнее В конце концов третье есть Второе по Пасху, третье тоже выходной день Ну что, тогда в группе все и обсудим Да, все Смотрите, как скажете Чтобы нам заранее Чтобы нам техника обеспечить Хорошо В общем Сосенок хватило намного И на проплешинки хватило И на ту часть, которая сгорела нам хватило Надеемся, что к маю у нас будет еще обещанная Главой тысяча сосенок Чтобы дальше закрыть все участки, где сосенки не выжили Ну и может быть даже хватит пройти еще несколько полос Ну там уже будет видно Но главная тема в том, что, друзья Адаптация идет в поселке Мы уже такие прям деревенские ребята становимся И, ну, не знаю, меня это радует Вот этот снег, который вы сейчас видите Он как никто показывает то, что сосны работают То есть вот эти сосенки, они его тут остановили Его здесь было максимально много Потому что на поле он везде уже растаял А здесь еще нет Друзья, я жду ваши ответы на мои вопросы Поставленные в самом начале этого небольшого ролика И самый мой главный вопрос Скажите, может быть уже настало время провести стрим Или пока еще не стоит Пишите Если есть о чем поговорить Ну, в плане вот так То я с удовольствием в праздничные дни найду день и проведем стрим Все До скорых встреч Давайте, пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok